вот такие дела ребята приехал на пасеку прошел ураган о думал крышки сдуло но вот тут как повезло что это старая старая черемуха упала вот таким образом что просто ветками там леток ободрала пчелки конечно в шоке были так ну ладно смотрим дальше что этот ураган нам еще преподнес страшной силы ветер был дождь я таких дождей честно говоря не видел но здесь на там у меня тоже старые деревья вот это деревья на пасеке с одной стороны тень с другой стороны всегда угроза тому что обломается ветка какая-то и нанесет какой-то урон а вот но в целом в целом в целом в этот по вроде бы все крышки на месте ничего не размыло сейчас посмотрю шестерамочники свои так обидно если в такой ливень наверно семья не выживет если зальет потому что ну ураган ураган был настоящие вот ну ладушки вроде бы здесь все цело живо здорово ребята ну что давайте завтра утречкам белгородчане давайте все на пасеку топа посмотрите у кого вдали вдали еще раз по потемкам пройду посмотрю о как как такая деревяшечка завалилась то все тут ладно хоть ветками прижала крышки вроде бы на месте завтра бензопилу зубы и айда распиливать если пчелки дадут тут поработать ну что ребята давайте смотрите у кого что произошло дай бог чтобы у всех хотя бы вот так вот было как у меня чтоб пронесло мне я неправильно выразился дай бог чтобы самые худшие ой как сверкает-то как старость не радость под деревом пролезть вот она завалилась а вот это спасла на удержала если бы нет то прямо в еще одна завалилась и вот это вот ну что ж ладно всем спокойной ночи следующий день наступил соседу нужны дрова а мне нужно порядок на пасеке разбомбили мы эти два дерева одно вот заломилась отсюда во одно вырвала с корнем и спасла мне честно говоря вот это вот согнувшиеся сливы или что это за дерево пока не вижу пришлось ветки он там пообломал папка села она спасла честно говоря на нее основная масса легла вот ну немножко послетали прилетка улетела вот повылетали конечно заглушки но это вы понимаете что это конечно это все ерунда после такой беды если бы эти два дерева упали на улья ну можно говорить что двух семей бы просто и не было потихоньку потихоньку там попилили тут попилили он он себе туда напилил сюда сейчас все перетаскает дров у него будет теперь на зиму хватит черемуха до старая черемуха немножко давала что-то и покушать еще но видать и она отжила свой век так ну я сегодня на пасеке моя задача сегодня простая меня спрашивали серёга зачем тебе матки в такое время тыры-пыры-ширы-пыры ребята я вам так скажу матки они нужны всегда уже сегодня утром ответить на комментарии моему подписчику о том для чего нужны матки утром сегодня позвонил человек серёга выручай в сильной семье пропала матка пчел уже отстроили там маточник несут и а у него начался на трёх полях сразу взяток по гречихи вот но человек в шоке говорю ну подожди три дня будет тебе маточка спасем тебя потому что сейчас после медосбора многие кинутся и окажется что а пчел все семьи то уже трудовые не все конечно но фактически у каждого пчеловода после медосбора пропадают матки по каким причинам я думаю что смысла сейчас говорить об этом нет для чего еще нужны матки обязательно в августе месяце необходимо менять старых маток на молодых если вы их не поменяли весной если вы их не поменяли летом вот то август это последнее время когда можно будет август сентябрь когда можно отправить ваших ваши семьи с молодыми матками молодцы семья с молодой маткой зимует намного лучше чем со старой маткой ну и весной соответственно выход из зимовки будет намного сильнее но это я вот так ответил на комментарии для чего нужны матки заказ у меня еще ребята был у меня заказ на маток надо его выполнить конечно мне было бы проще сейчас вы оттянула строить для себя ну максимум там 35 построить 35 маточников первой закладки бы мне хватило вот и провести работу какую заменить те семьи если где-то от вот ну от трутовки в основном я уже спас вот поменять маточек мне как я вам говорил там выходили у меня с вещевым не необходимо поменять на f2 там где у меня матки уже два года отработали тоже поменять необходимо этих маток где их взять покупать ну я по-моему ответил на этот вопрос поэтому продолжаем дальше рад за андрея моего подписчика который у меня взял два отводка петерброд 2 или 3 андрюх напомнишь сколько ты взял вот он уже создал это человек который зимой чуть не погубил обе семьи свои первый год занимать занимался пчеловодством вот но сейчас он уже самостоятельно создал но по удаленке как бы мы с ним все обговорили там как что он сделал сейчас у него вышла маточка свищевая маточку он выгнал уже о кардаван вот она уже сеет уже скоро пойдет печаточка сегодня созвонили с ними ему посоветовал как подсилить этот отводочек для того чтобы до зимы семья разве развилась отводок развился до семьи вот ну и молодец парень просто понимаете он мне пообещал что он по количеству семей меня обгонят и вот так вот я только так вот буду это поддерживать ну вот моя маточка здесь в клеточке сидит давайте выпустим им осталось пробить вот посмотрите совсем совсем немножко вот выпустим выпустим сейчас тебя родная давайте смотреть ну все пошла ощущение что она сразу сеять хочет да отводок неплохой я думаю что есть право у него на жизнь здесь пчелка есть ребята сейчас доставляю рамку вот эти вот маточники вчера устанавливал да то что у меня там был плохой прием ну воспиталочка подправляет все вот такие маточники идут и вот сейчас я доставил сюда но одну рамку я уже зарядил суммарно у меня получается три рамки и вот еще остается 5 маточников но их я буду расставлять сейчас по отводкам вы друзья помните вот этот мой отводок который остался без маточным сильный хороший отводок посмотрите сколько там пчелы вот он остался без маточным не отрутнивел спасая его отрутнивение я поставил ему рамку с расплодом с открытым да вот мы видим по краям свящевые маточники уже отстроены вот ну так как я уже объяснял что мне ведь почему не нужны мне свящевые маточники вернее маточки ну потому что я вывожу маток кардаван f1 поэтому сейчас отводок я это спас я им поставлю тот маточник который я посчитаю нужным вот сюда поставил два маточника почему два потому что у меня их много я сам вывожу маток и сам могу распоряжаться количеством устанавливаемых маточников но для надежности мне просто уже воспиталку не лезут куда-то надо распихивать очень обидно и жалко если этот отводок у не уйдет у меня самостоятельно зиму со своей маточкой со своей пчелой его придется объединять но это в том случае если у меня не выйдет матка матка не облетится или еще какая-то причина но от замирания как бы подстраховался на 50 процентов поставил два маточника но от облета щурка злобствует не знаю от облета ничего ну буду объединять объединять поэтому и вывожу как можно делаю больше отводков большее количество маток ну вот в конце августа в начале сентября будем видеть что у нас пойдет зиму будем сокращать усиливать вот ну наверно тоже будут оставаться маточки так что кто-то по белгороду может обращаться в сентябре кто останется в зиму без маток что-нибудь будем думать ну а так я в этом году заканчиваю вывод маток вот она моя семья воспиталка под номером 36 семья работает пчелка мотается все все отлично рядом я поставил подготовил вот меня спрашивали вопрос такой какой у ли лучше беренхаус или пена улик да ребята по качеству по пробка крепче дерево я конечно бы поставил на первое место бененхаус но по цене пена улик но я сделал другой выход из положения зимой дно деревянные были подешевле вот и я соответственно заказал крышку низкую боковой вентиляции если вы посмотрите да и дно деревянная под 10 рамочник а корпуса беру такие так что вот как бы нахожу что-то среднее сейчас в этом в этой семье я буду делать пересажу сначала разберусь четырьмя оставшимися мисочками с маточниками я пройду пробегу по своим отводкам посолью может быть где-то у меня есть проблемные где-то может быть матка не вышла или еще что-то но вроде как все пробежал но еще раз посмотрю все-таки четыре маточника осталось а куда-то может доставлю если нет то доставлю воспиталку сверху под кормушку пускай так выводятся вот ну 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 наверное сегодня все поэтому мой сезон по выводу маток закончился матки вот эти вот выйдут облетятся что с ними будет что-то люди разберут купят что-то я как говорил уже поставлю сделаю свои отводки во первых мне под замену надо маток продал матку надо дать вот во вторых какие-то матки покажут себя плохо на развитие то тоже селекция отбор маток поэтому будем смотреть наблюдать и работать самое главное ребята работать все всем пока до новых встреч до новых встреч